Чем запомнился 2021? Сходу так и не скажешь, но вряд ли кто-то назовет его хорошим годом. Впрочем, не следует спешить с выводами, ведь для некоторых блогеров уходящий год принес массу новых подписчиков, просмотров и, соответственно, большую популярность. А кто из авторов вполне может записать прошедшие 12 месяцев в разряд одних из лучших в своей жизни? У кого карьера круто пошла вверх? Добро пожаловать на Телблокнет, и сегодня мы представляем топ-10 прорывных ютуберов 2021 по версии РБК! Десятое место. Зимон. Вообще, Володя открыл для себя мир игровых видео и Майнкрафта в частности более шести лет тому назад. Боже, что мне делать? Чё делать? Я ничего не вижу. Однако, что называется, попёрло только недавно. Чел только за март набрал 300 тысяч новых подписчиков. В общей сложности 2021 принёс блогеру почти миллион сабов, при том, что у него на канале их немногим больше. Откуда хайп? А всё благодаря видосам по выживанию в Майнкрафте. Необитаемый остров заходил очень хорошо, но настоящая слава пришла с ролика, посвящённого о зомби-апокалипсису. Да, полнейший зомби-апокалипсис. И на грани превратиться в таких же, как они, у меня будет 100 дней. В итоге 100 дней выживания превратились в целых 300, а его канал теперь фактически состоит из рубрики «100 дней». Сейчас я попал в опасный и не менее хардкорный мир. Без еды, воды и модов, которые бы могли хоть как-то облегчить моё выживание. Что это ещё такое? Интересно, что до января Зимон пропал аж на целых два года, но потом вернулся, чтобы совершить триумфальный подъём. Не знаю, как всё дальше сложится, но по-настоящему кайфую, когда делаю видосы. И всё сложилось как нельзя лучше. Девятое место. Сандер. Он залетел на ютуб чуть больше года тому назад и принялся как сумасшедший стамповать про различных мультяшных игровых персонажей. Я страшный хероприн, словно мир один. Белые глаза сведут тебя с ума. За то относительно небольшое время, что парень творит на платформе, он выложил уже внимание более 400 роликов. Да, они короткие, да, с простыми рифмами, но блин. Это же всё равно творческая работа, а у блогера песенки льются, словно из рога изобилия. У Сандера на канале 1 миллион 300 тысяч постоянных зрителей. И более миллиона он набрал как раз в 2021. Ролики стабильно набирают 15-20 лямов просмотров в месяц. Можно ли такие показатели считать прорывом? Вопрос риторический. Восьмое место. I don't first. Станислав в блогинге почти два года, но начинал он с тиктока. С небольших сценок и скетчей, если быть точнее. На ютуб же автор залил когда-то пару видео и забил на это дело, пока весной не решил, что пора бы его разорвать. Мне нужен костюм на утренник. О как. Ну и кем ты хочешь быть? Суперменом там или черепашкой-ниндзя? О, ничего себе. Лично меня в детстве только зайчиком наряжали. Образ будловатого батя и туповатого мальчика. Малого, как его назвал сам Стас, зашел настолько круто, что просмотры с подписчиками начали расти будто на дрожжах. С июля был только один месяц, когда чел залутал менее 50 миллионов просмотров, а так стабильно бьет выше. Ну и конечно же, конечно же, полтора миллиона подписчиков за 8 месяцев. Как тебе? Нормальный рост Малого? Выпустите меня, волки позорные! Я не виноват! Ээээ, отошел от клетки! А будешь буянить, я тебе еще сутки к сроку добавлю! Седьмое место. Роб Топ Геймс. Есть один шведский парень с предположительно русскими корнями по имени Роберт Топало. Именно его ты должен благодарить за создание Geometry Dash. Так вот, Роберт вел свой канал на ютубе, куда периодически выкладывал видео по игре. Несколько роликов в год, не более. Потом он забил болт, однако в 2021-м сделал небольшой камбэк в виде одного ролика по апдейту 2.2. Geometry Dash. И что ты думаешь, плюс 2,5 миллиона подписчиков за год? Даже больше? Нормально, так бы устанулся в полтора раза. Шестое место. Завозин. Гриша – бывший участник проекта «Дубровский синдикат». Весной открыл собственный ютуб-канал и, естественно, посвятил его тачкам. Сольное плавание получается настолько крутым, что ни на одном из 15 роликов, выложенных Завозином, нет менее 1 миллиона просмотров. Это мягко и очень, очень, очень длинно. При этом количество подписчиков лишь недавно перевалило за миллион. То есть Гришу знают еще больше людей, и я не сомневаюсь, что 2022-й принесет ему кучу плюшек. Пятое место. Детектив Войт. Человек, который знает все о вселенной SCP. Появился на ютубе ровно год назад, и сходу принялся бомбить. Ролики выходят в среднем каждые 2-3 дня, а речь на минуточку идет про анимированные работы продолжительностью плюс-минус 10 минут. Инфицированные оставались в памяти вплоть до смерти, из-за критической потери крови или значительных повреждений головного и спинного мозга. Я даже подумать не мог, что у огромного количества зрителей есть запрос на контент, посвященный выдуманному фонду, который защищает человечество от аномалий. SCP-650 принимает устрашающую позу и становится очень близко к своей жертве. Те, кому не посчастливилось обнаружить за своей спиной аномалию, рефлекторно пытаются спастись по схеме «бей или беги». Но парень почувствовал, что это стрельнет. И это действительно стрельнуло. Да так, что менее чем за год работы блогер запустил свою коллекцию мерча. Ну а что, надо пользоваться моментом. Четвертое место. Асхаб Тамаев. Он вытянул счастливый билет, когда год назад встретился с Хазбиком. Нет, Асхаб на слуху уже давно, еще со школьной скамьи. Но парню было мало того, чтобы просто понтоваться накачанными мышцами, и он начал делать контент-эч. Ты что, увезешь? Давай. А? Блин. Пик хайпа пришелся на период, когда Тамаев нашел для Хазбика достойного соперника по имени Абдур Розик. Пись, Лукаша, давай выйдем сюда на эту месту. Будем тратить. Слышишь? Верни им 1 миллион рублей. И мы с тобой выйдем в бой. Хорошо. Согласен? Эту шляпу, которую ты только что увидел, просмотрели почти 16 миллионов раз. А еще есть и вторая часть с 10 лямами. Рейтинги чеченского Халка взлетели в небеса. Потом, правда, Асхаб разосрался с Хазбулой по своим причинам, но блогера не думал унывать. Он быстренько организовал что-то типа своего промоушена, на котором выступают всякие клоуны из интернета. Основной контент строится вокруг этих же персонажей. Но люди смотрят, людям заходят. Томаев, в свою очередь, становится только популярнее, значит, он нащупал правильную жилу. Третье место. Тумка. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это я к тому, что полтора года назад у Рафаэля украли канал. Скачиваю приложение, запускаю его, как вдруг вылезает какая-то ошибка. И все, я пишу этому человеку, и он мне больше не отвечает. Ему оставалось совсем немного до золотой кнопки, но судьба устроила подлянку. Впрочем, как знать, ведь Майнкрафтер завел новый канал. И на нем уже целых 2,5 миллиона подписчиков. Поначалу, правда, все было очень печально. Люди подписывались по 5-10 тысяч человек в месяц. Но как только наступил 2021, дела просто взлетели вверх. В феврале чуть вообще не дотянул до полумиллиона новых подписчиков за месяц. Нереальный буст пошел от ролика «Я прожил 100 дней» на острове в Майнкрафт. Хардкоре с тысячью модами. 22 миллиона просмотров. 22! Эй, ребят, как у вас дела? Зацените этот смертельный необитаемый остров. Я добавил гигантское количество модов. Вы просто посмотрите на это болото. Оно заполнено опасными пираньями. Ролик на 13 миллионов. Я прожил 100 дней с динозаврами в Майнкрафт. Хардкоре с тысячью модами. Это тоже, как говорится, мое почтение. Я добавил огромное количество модов, но, пожалуй, самое страшное, что я добавил, это рептилии, которые могут отравить меня первым же укусом и сразу же убить. Тумка, как говорится, «хватил судьбу за вертлявую жопу» и больше ее не отпускал. Блогер продолжил стабильно выпускать ролики и достиг невероятных результатов. Второе место. Фиджик Лайф. Походу, система отбора РБК дала сбой, и в их рядах затесался мошенник. Захожу на этот канал, вижу 3 миллиона просмотров. Думаю, солидно. Интересно, за сколько набрал? За полгода? Ну, нифига, он крутой. Еще и ролики набирают по 5-6 миллионов просмотров. Присмотрелся внимательней, «Черт, это же тысячи!» Откуда тогда у него три ляма и по 700 тысяч с лишним подписчиков в месяц? Сто пудово накрутил. Вот же Микки Маус! Но, тем не менее, о себе говорить заставил. По крайней мере, РБК, которые в этом случае обделались подливой. Первое место. Кобяков. Какой год, такие прорывы. Это, извините, куда деваться. После того, как Влад А4 хорошенько отдохнул летом и понял, что ему тот Ютуб больше нафиг не упал, бразды правления огромным детищем взял свои крепкие руки Кобяков. Конечно, просмотры на канале Бумаги подупали. Теперь о 20 миллионах на одном ролике приходится только мечтать. Зато свою личную узнаваемость Кобяков повысил, ой, как здорово. За год существования его личного канала Влад продвинулся от нуля до более чем 2,5 миллионов подписчиков. Недавно, правда, начальник появился в одном из роликов и, быть может, даже вернется на постоянку, но это не умаляет того факта, что Кобяков капец как поднялся. А что ты думаешь насчет сегодняшнего рейтинга? Кого в нем не хватает? Пиши свои варианты в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте и канал в Телеграме, ведь там мы регулярно вместе общаемся и проводим опросы по темам новых видео.